Как стало известно, и о Прайм Крейм. 28 мая Медведевский районный суд Республики Марий-Эл, под председательством судья Мошкина, удовлетворил ходатайство 39-летнего азербайджанского вора в законе Али Гейдарова, более известного в криминальной среде как Альберт Питерский или Рыжий, о его условно-досрочном освобождении на неотбытый срок. Один год, один месяц и 14 дней. В истории российского воровского мира это первый случай условно-досрочного освобождения действующего вора в законе. Согласно судебного акта, осужденный Гейдаров твердо встал на путь исправления, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Вор в законе принимал активное участие в мероприятиях воспитательного характера, выполнял разовые поручения администрации и обучался в профессиональном училище по специальности швея. По нашим данным, ранее неоднократно судимый за грабеж, вымогательство, хулиганство и побои уроженец Генджи Али Гейдаров был коронован в сентябре 2012 года кланом Деда Хасана. В 2013 году Альберт в качестве грубой физической силы засветился в одной из самых резонансных акций дедовского клана избиении Асатрянов и Гурама Квежо. Впоследствии Альберт сблизился с Ровшином, вступив тем самым в конфронтацию с лидером азербайджанского воровского движения над Ром Салифовым Гули. В марте 2014 года петербургскими полицейскими было предотвращено покушение на Альберта, организатором которого считается приближенный Гули Ильгам Гаджиев. В июне 2014 года на почве внутриземляческих противоречий Альберт столкнулся в турецком Эдирне с группой воров, близких к Гули, включая его родного брата Намика, был ими избит и оставлен невором. Жертвой того конфликта стал турецкий полицейский, подрабатывавший телохранителем Альберта. Сам Альберт под их улюлюканье сбежал от своих обидчиков, укрывшись в первой попавшейся полицейской машине. Спустя месяц Альберт был задержан в Санкт-Петербурге по обвинению в разбое о мошенничестве, незаконном пересечении границы и использовании поддельных документов. И спустя два с половиной года приговорен к семи годам колонии строгого режима. В октябре 2017 года, следуя транзитом через московский СИЗО «Медведь» в колонию в Марии-Эл, благодаря поддержке питерских воров, Альберт, вопреки нерешенному конфликту с Гули, был признан положенцем, как вор. В ИК-3 «Медведева», где Альберт досидел оставшийся срок, он был на хорошем счету у администрации. Нарушений режима не допускал, взысканий не имел, имел поощрения. По словам источника, зауда Альберта стоят российские спецслужбы, которые готовят его на роль московского смотрящего за азербайджанскими группировками в качестве альтернативы Вагифу Сулейманову, который предпочитает не враждовать с Гули. Выход Гейдарова на свободу намечен на послезавтра.